Президент Турции Раджеп Эрдоган столкнулся с суровой действительностью партнерства с Запоребриком. Турецкий лидер обвинил Москву в невыполнении соглашений, заключенных с Анкарой, по пресечению конфликта на северо-западе Сирии, где российские и сирийские военные самолеты усилили свои атаки. Суть претензий в том, что войска Башара Асада вместе с московитами окружили один из 12 наблюдательных пунктов, созданных турками, организация которых была оговорена в рамках сделки, заключенной в российском Сочи. На данный момент турки продолжают переговоры с ирывчанскими коллегами, но терпение у Турции иссякает. И если ситуация не изменится и бомбардировки в Идлибе не прекратятся, Турция оставляет за собой право на аналогичные действия в рамках самообороны, если какой-то из созданных постов окажется под угрозой. Честно говоря, изначально складывалось впечатление, что Эрдоган более прагматичный и рассудительный политик, который знает, что означают любые договоренности с Арефией. Сейчас же остается только диву даваться и думать, откуда у этих товарищей из Германии, Франции и теперь Турции такая детская наивность в вопросах каких-то там переговоров и тем более соблюдение Балалайка станом его договоренностей. Перед всеми этими людьми более пяти лет стоит яркий пример неадеквата со стороны РФ в образе Украины, в отношении которой нарушены не просто какие-то там договоры по типу туалетного, как оказалось, Будапештского меморандума, а более того, территориальная целостность государства, когда нагло и поваровски был украден целый полуостров и развязана бойня в одном из регионов страны. Ладно, мы понимаем еще меркантильные и падкие на российское бабло Германию и Францию, которые привыкли к дешевому путинскому газу, но вот логика Эрдогана, который непонятно с какой радости полез в петлю дип отношений с конюшней имени Лаврова, абсолютно не ясна. При том, что можно было договариваться с гораздо более адекватными США, которые пусть и брали таких ненавистных Эрдогану курдов под крыло, тем не менее более надежны в вопросах договоренностей. Эрдоган, а вместе с ним и вся Турция еще не догадываются, что РФ в Сирии будет испытывать их на прочность. И причиной для этого будет, как минимум, тот же газ, который Турция решила покупать у Азербайджана. Сирийский Курдистан, где Турция решила пофеерить и приручить непокорный регион, вполне может стать для нее проблемой на долгие годы, где постоянно будут вспыхивать различные волнения. РФ очень быстро сможет разыграть конфликт в проблемном и для Сирии, и для Турции регионе в свою пользу, то и дело создавая там напряженность, тем самым не давая покоя последней и имея на нее влияние. РФ таким образом уже десятки лет держит в напряжении Армению и Азербайджан на Горным Карабахом, Молдову-Преднестровьем и теперь вот Украину-Донбассом. Ситуация с сирийским Курдистаном не отличается практически ничем, только теперь вместо кавказских стран война расписана между Сирией, провозгласившими независимость курдами и Турцией. Запоребрик как бы снова стоит над конфликтом, но исправно снабжает оружием, вагнеровцами и регулярными военными. Турции и Эрдогану пора уяснить, что никакие договоренности с Россией ни к чему не приведут. РФ не стремится договариваться, ее не интересует преимущество какой-либо стороны, ей интересен конфликт как таковой. Ей просто нужно, чтобы он был. Эрдогану нужно учесть и взять на заметку, что там, где в каких-либо военных операциях участвовал совок и впоследствии его вырожденная форма в ипостаси огромного территориального образования, именуемого страной Эрефией, конфликт не угасает никогда. Чтобы убедиться к приведенным ранее примерам, можно добавить также Афганистан и Северную Корею, где по-прежнему царит мрак. И страны или полыхают от внутренних конфликтов, или умирают с голоду от привитого социализма, который напрочь снес мозги местному населению. Резюмируя, нужно отметить, что Турция тоже неположительный пример в данной ситуации, и больше всех, конечно, достанется курдам. Но не нам оценивать текущую политическую и военную ситуацию в регионе, поскольку у нас есть свои проблемы. Акцент же делается на том, что там, где есть хоть минимальное присутствие Московии, никогда не будет покоя, ни при каких обстоятельствах. Единственный способ избавить мир от этой гангрены сделать так, чтобы Кремль был максимально вовлечен во внутренние конфликты, разбирая собственные проблемы, которые будут дробить это неприродно-огромное территориальное образование. Ведь было же относительно спокойно в остальном мире, когда московитам не было что кушать, и они ждали сахар и сало из Украины и ножки Буша из США, или же когда Эрефия отправляла карательные отряды против повстанцев из республики Ичкерия. Хорошее было время для развития глобальной цивилизации. Когда подобные времена вернутся, а они, благодаря Верховному стерху, вернутся обязательно, мы просто удивимся, как прекрасен мир без запоребрика, который занят внутренними проблемами.